Книга «Открытым оком», том 12, вопрос, 2686. Можно ли считать логическим продолжением этой канонизации и движения за прославление Распутина и Ивана Грозного? Ваше отношение к такой инициативе в среде РПЦ Московского Патриархата? Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Вопрос о канонизации этих людей еще один пример того, что среди большой части новобрядцев нет внятного и единодушного ответа на вопрос. Что такое святость и что такое канонизация святых? Однако при этом есть сильное стремление утвердить тот идеал русского государственного деятеля, который, как кому-то кажется, нужен России сегодня. Но канонизация святых – это очень ответственное дело, его следует проводить с великой осмотрительностью и тщательностью. Это дело Божие, не людское. Господь Сам прославляет Своих святых. Нам, людям земным и грешным, не стоит превращать процесс канонизации в очередные выборы святых. Церковь, послушная своему главе Иисусу Христу, должна стараться уяснить себе волю Божию и согласиться с ней. В этом суть канонизации, а не в раздаче посмертных наград тем людям, которые нам кажутся заслуживающими преклонения, почитания или хотя бы уважения. Что касается инициативы снизу, то это и есть один из инструментов явления воли Господней. Но мне кажется, этот инструмент работает правильно только в том случае, если под низами мы имеем в виду верных христиан, исповедующих истинную православную веру, людей благочестивых, богобоязненных. Часто благодарность святых подвижников изначально обнаруживается, хранится и проявляется именно среди людей простых, искренне верующих. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Канонизация есть вторжение в невидимое, что запрещено Богом. Иначе зачем быть и суду страшному, если уже заранее распределили места в раю для своих единоверцев. Уже сегодня оспаривают друг друга, не признавая прославления один у другого. 1 Коринфянам 4.5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Экклесиаст 11.3 «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Евангелие от Луки 16.26 «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Экклесиаст 3.21 «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, или дух животных сходит ли вниз в землю?» 1 Коринфянам 2.11 «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия». Матфея 7.2 «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою меряете, такую и вам будут мерить».